Музычко! Мы начали серию с охоты на легендарок, на легендарных животных, и сегодня мы будем валить лося! Вот, я уже сюда даже приехал, уже даже нашел первую метку, ну как нашел? Я решил заночевать здесь, и просыпаюсь, и, короче, вот здесь уже метка сама образовалась, получилась. Сейчас будем искать также здесь, вот здесь вот водопад, сейчас покажу. А, кстати, если вы могли заметить, у меня конкретная модная шапка. Вот, Тор Одинсон попрошу, блядь, любить и жаловать, но это так, я отвлекся. Сейчас расскажу за шапку. В общем, смотри, где, где, где? Водопад! Вот он, водопад, это я находил последнюю часть карты сокровищ, ядовитые тропы, по-моему. И там было нарисовано, что за водопадом можно найти сокровища. Вот, короче, этот водопад, скорее всего, он, но потому что другие водопады мне не попадались. Плюс мне в комментариях написали, что на краю карты есть водопад, и там можно, в общем, найти сокровища. Такие дела. А по поводу шапки, я охотился на пуму, вот в этой области. Ну, мне нечего было делать, я в свободное время гонял, короче, в РДР-ку, выполнял испытания, охотился. Охотился на пуму. Пуму я тут не нашел, зато нашел какое-то странное захоронение. Вот, пошарился по нему и нашел шапку. Вот, смотри, прямо викинг, вообще, как положено. Но в ней мы ходить не будем, она, конечно, прикольная, но немножко не подойдет для данной эпохи. Тем более, если городские ее увидят, нахуй в психушку посадят, мне кажется. Поэтому шапку мы сейчас поменяем. Так. Не обязательно залазить на лошадь, да, чтобы поменять шапку, но я все равно залез. Где моя любимая шапка? Вот. Будем гонять в этой. Ну и поехали, будем лосяру искать. Лось-зверь хитрый. Большой. Скорее всего, сильный. Может навалять нам пиздулей. Так, и что? И в какую сторону? А, вот, все, вижу, хорошо. Не знаю, опять же, успеем мы сегодня по сюжеткам или нет. Здесь просто куча второстепенных заданий, куча планов. И там хочется посмотреть, и там. И я бы еще, кстати, посмотрел легендарного аллигатора. Но, скорее всего, нет. Аллигатора мы оставим на следующую серию. Ну, чтобы в следующей серии тоже похотиться на какую-нибудь легендарку. Мне сказали, он водится где-то... Написали также в комментариях. Спасибо большое. Что он водится недалеко от Лаграса. Где-то вот там, возле озер. Ну, собственно, где все крокодилы, аллигаторы и тусуются. Можно валить его там. Но он, говорят, сука, злой вообще пипец. То есть, может сожрать, как нехер делать, и бегает, как сраная торпеда. Так, вон, по-моему, метка. Еще одна. Пойдем. И бегает, собственно, как сраная торпеда. Может пиздулей надавать, нехрен делать. Такие дела. Так что аллигатора, скорее всего, мы оставим на следующую серию. А здесь... Тихо, тихо, блядь, метки. Не пропадайте. Это что за тварь? Это не лось, случайно? Ты кто? Фамилия? Вопить из скалистых гор. А мне, кажется, была нужна шкура вопите. Ну, собственно, можно и завалить. Почему бы и нет? Не вижу причины не завалить. Так, давай-ка мы возьмем, наверное, стрелы улучшенные. Хуяк. Готов. Пригодится. Так, тыгдык ко мне. Сейчас шкурку снимем с вопите. Так, где-то здесь. Да, вот. Насрата. Так, а где он? Где он? Вот он. Главное не наступить. Ну. И что, ты будешь шкуру сдирать? Вот, молодец. А, я тут чаек попиваю. Так что, если будете слышать плямканье, это я. Это я. Иди сюда. Ни хрена у него рога какие. Кстати, мне не попадался здесь ни разу рядовой обычный лось. Только вот легендарный, и то мы его еще не нашли. Здесь бывают обычные лоси. Я просто помню, там для улучшения лагеря нужны рога лося. Или лося, как правильно. Наверное, лося. Блять, метка пропала, да? А, нет, вот она. А вот лоси мне тут ни разу не попадались. Только вопите. Ну, и вот один легендарный лось. Но его мы пойдем продадим охотнику. Так что, так что, так что тут ловить нехрен. О чем я там говорил, я забыл. Короче, как обычно. Перепрыгнул с одной темы на другую. Запиздился и забыл, собственно, о чем я вам рассказывал. Куда он ушел? Я не вижу следы, а вот вижу. Так, ну, на лося с луком идти такое себе. Давай-ка возьмем карабин. Можно также намазаться штукой. Чтоб он сразу не спалил. Надеюсь, продержится достаточно долго, чтоб мы успели завалить. Выполнял потихоньку испытания. Кстати, улучшал лагерь. Охотился много. Много всякого зверя нашел. До хрена чего улучшил. Почти полностью выполнил испытания травника. Ну, то есть, я все травы в доступной территории нашел. Все виды растений. Это, кажется, девятое или восьмое уже испытание. По-моему, девятое. Там нужно было найти все виды растений. В общем, на этой территории я все нашел. Остались только на закрытой территории, в Блэкуотере. Но, как мне говорили, мы туда попадем после. То есть, в шестой или в какой-то главе. Пока что так. Что еще выполнял? Какие-то еще испытания выполнял? Не помню. В общем, игра охренительная. Есть место, чем поразвлекаться. То есть, сами понимаете. Чем занять себя? Большая... О, вон он, сука. Вон он пошел. Так, теперь бы, блядь, его не спугнуть. Завалю его отсюда. Ну, куда ты повернулся? Стой. Стой, тебе говорят. Ушел, сука, ушел. Погнали! Тыгдык, блядь. Тыгдык, ёптеметь. Да залезь. А что он не подох-то? Где он? Куда он делся? Ну, он долго не должен продержаться. Я его хорошо подранил. Где след? Так, легендарный лось. Вот я нашел следы. Вот я нашел лося. Блядь, 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 сука. Убери. А, у меня меткий глаз кончился. Отлично. Пошел, блядь, на охоту. Так, ну давай курицу захаваем. И, 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 и. Да. Куда он ушел? Что за вопрос появился? А, это лосяра. Стоять. На, лобешни. Охренеть. Ты че такой живучий? На еще. Пиздец. Ты че такой здоровый? Смотри, он больше лошади. Все, помер. Короче, замучил я бедолагу. Блядь, мне его жалко почему-то. Сука. Главное, главное не смотреть в глаза. Блин, реально жалко лосяру. Ну, прости. Так вышло. Так, ну отлично. Поймали. Блин, мне его жалко. Ты видел его глаза? Большая корова, блин. У коров же тоже такие большие, добрые, мокрые глаза. Просто, я не знаю, как и люди на бойнях работают, где коровок убивают. Жрать-то коровок мы все любим, это понятное дело. Бургеры любят все. Но завалить я бы не смог. А! Шкура вопите? Ну, блядь. Ну ладно, шкура вопите, идет нахуй тогда. Следующий раз. Так, значит, теперь, че нам надо? Ну-ка, открой мне карту. Теперь мне нужно попасть к охотнику. И сразу можно к скупщику. А, также мне писали про талисман, что ингредиент, как правильно, ингредиент, да? Для талисмана можно найти где-то в районе Аннезбурга или Ванхорна. Это, я так понял, какое-то каменное дерево или что-то такое. Да, теперь, ближайший охотник у нас... Нет, здесь у нас скупщик. А ближайший охотник у нас Сен-Дени, по-моему, да? Ну да, как раз от Сен-Дени мы потом... А, стоп! Куда собрался? Поехали золото, заберем сразу. Так, я надеюсь, шкуру мы не потеряем. Подожди, 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 подожди. Вот, водопад туда, в ту сторону. Так, судя карт, смотреть, если по карте, то где-то за водой. Ну, пойдем поближе подъедем. Так, давай-ка достанем карту и посмотрим. О, у меня хорошая шкура Велорога есть. Шкура Лося, превосходная шкура Пума. Хорошо. Так, карты, сигаретные карты. Ну вот, карта же, да? Или нет, подожди. Брр, блядь, стоп, отставить! Карты сокровищ. Где? Вот. Так, ядовитые тропы три, вот она. А, тут один водопад. А, здесь как будто три. И должно быть дерево, блядь, по-моему не то. Ну, я сейчас проверю все равно, подожди. Что-то я не наблюдаю дерево тут. Так, тыгдык, тут стой. Пойду проверю. Ну, здесь дорожка такая прям, как будто нас куда-то она приведет. И, наверное, приведет. Может, повыше надо было забраться? Хотя, повыше там уже некуда вроде бы. Интересно, девки пляшут. Ну-ка, дай мне карту. Блядь, чё ты взял? Не то, нам это не надо, Арту. Убери, убери гадость. Карта сокровищ, так. Ну, как будто там быть должно два входа, и мне в правой. Но я тут ни одного входа не видел. Слышь, походу я не сюда пришел. Да, по-моему, это не совсем то место, которое мне нужно. Там ведь на карте еще дерево было нарисовано, а здесь дерева нет. Ну, как бы тут до хрена деревьев, но нет дерева того, которого мне нужно. Там какое-то засохшее. Короче, не сюда. Ладно, похер. А, подожди. А выше можно как-то подняться? Ну, если бы тут что-то было, тут как бы дорога не такая большая, ну, у меня бы уже, наверное, появилось нажать кнопку, осмотреть или что-нибудь такое. Но не появляется. Значит, нам не сюда. А выше я тоже никак не заберусь. Скорее всего, нет. Да, наверное, это просто не то место. Не, выше тут никак. Ну и ладно, похер. Поехали в Сен-Дени. Потом найдем сокровище. Как бы ничего страшного. Бабла у нас хватает. Не жалуемся. Все нормально. Тихо, как же я рада, что я вас нашла. Я тут на сквозь промерзла, как на Северном полюсе. Можно мне хоть немного погреться у костра? Чё-то ты мне не нравишься, слышь? Зарежешь меня сейчас, да? Ну, погрейся. Ладно, можете присесть ненадолго. О, я очень вам благодарна. Близко не подходи, блядь. Вы даже не заметите, что я здесь? Я уже заметил, что ты здесь, а тебя несет как от козлихи. Я тут здорово запутала. Сколько я уже здесь? Два дня, если не больше. Она, походу, из банды мертвы. Джерри Энн сожрала всю требуху, вот я и пошла охотиться на белок. Но вот беда, мои теплые штаны остались у Эстер. По-моему, она мне заговаривает зубы, и сейчас кто-нибудь нападет. А у меня и в уши дни кровообращения плохое. Так что, в ноябре, мои ноги всегда начинают чердеть. Мыть не пробовала, блядь. Так вот, я хлебнула самогона, чтобы согреться. Проснулась, похмелье у реки, и всю трясет. Меня так часто не туда заносит. Блин. Ты мне не нравишься. Мистер, вы когда-нибудь слышали о месте по прозванию... Блядь, не прочитал. Нашу деревню проник демон. Он крадет наши тела. Итак, продолжай. Заинтересовала, продолжай. И умы. И мы прокляты, и ничего не можем сделать. Только ждать, когда настанет наш черед. Подождите. Почему вы так на меня смотрите? Теперь я даже не знаю, нравитесь ли вы мне, мистер. У вас такой же взгляд, как у моего дяди. Нет, я лучше пойду. Не приближайтесь ко мне. Ну и иди, нахуй. Я пока ехал к охотнику, мужика какого-то на кобыле сбил. У меня репутация понизилась. Но я надеюсь, он не сильно обиделся. Ну, здорово, борода, я опять к тебе. На, я тебе принес шкуру. Так, вот это я тебе тоже продам. А вот это змеючка, кстати, надо будет отнести в лагерь Пирсону. Где лосяш? Лосяш, лосяш. Вот, лосяш забирай. И хорошая шкура велорога. Хорошую забирай, да. Это Пирсону. Это Пирсону. Лагерь, белка. Куда-то нужна была белка, но я не помню уже куда. Ну все, показывай, что у тебя есть. А вот, шкура лося, да. Нужна еще шкура волка превосходная. Ну понятно. Ну, теперь можно и к скупщику. Надеюсь, он со мной еще будет сотрудничать. Я же вот так, не так давно разорил его маленький бизнес. Он, оказывается, рабами приторговывал. Может, тут уже другой? Ну да, кстати, вот, тот же самый. А я когда сюда приходил освобождать рабов, тут вообще другой мужик был. Так, давайте золото продадим сначала. Если оно у меня есть, конечно. Или я все продал. А нет, вот, на. Так, 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 так. Золотая серега. О, брошь бабки Кэтрин. Она что, мне нужна? Или нужна? Не знаю. Пока не определился. Вдруг на что-то нужна. Зубы золотые нам точно не нужны. На, забирай. Пока что все. Теперь, 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 теперь. Давай что-нибудь попробуем изготовить. Вот, амулет из рога лося. Отлично. Что делает? Навсегда увеличивает получаемый опыт здоровья. О, отлично. Берем. Так, ну и все пока что. А, нет, вот еще талисман из медвежьего когтя. Охренительно. А, я ж кварц. Мне кто-то, кстати, прислал на почту кварц. Не знаю, кто это, но он очень хороший человек. Что он нам дает? Навсегда снижает скорость расходования статуса здоровья. Отлично, беру. Так, ну и пока что все. Все, отлично. Погнали. А, сейчас по-быстренькому съездим в лагерь. Отдадим пирсону шкуры, а то они протухли нахер у меня. Ну, здорово, толстый. Смотри, что я тебе тут напривозил. Так, змеючка. На, забирай. Дальше, что? Пума. На, забирай. Так, вроде пока что все. Теперь давай смотреть. А, нет, не сюда. Создать улучшение. Так, 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 так. Жилье Артура. О! Отлично. Теперь у меня модный стильный сундук. Дальше. Так, со змеиной кожей. Можно было, кажется, 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 что-то сделать. А, вот, Банжо. О, отлично. Как у Элвиса почти. А, вроде все. Так, ладно, давайте, бывайте. Ах, те, Андры, хуевы. Я поехал. Так, ну давай уже, раз я сюда приехал, чтоб не мотаться туда-сюда. Вообще, блядь, в прошлой серии я собирался ехать вот сюда вот. За этим, за самогонщиком. За профессором. Надо было спереть самогона у него. Ну, так и не доехал. Не знаю, доеду ли в этой серии или нет. Но, похер. Давай уже, раз мы в лагере, вот сюда вот, к страусу сходим. Опять сейчас заставить долги. Нас убивать, падла. Ну, посмотрим. Кстати, я вспомнил. Я вспом... Здарова. Мистер Морган. Мистер Морган. Пастор, я хотел вас кое о чем спросить. Уже несколько дней хочу спросить. Хорошо. В чем дело? Я... забыл. Я не могу вспомнить. Ох... Это жуткое проклятие. Из-за него я испортил себе жизнь. Ну, так перестаньте. О, нет, сэр. Я не могу. Правда, не могу. Алкоголик, блядь. Короче, не о чем не стоит разговаривать. Так, а где страус? Чего он так далеко там? Пипец, блядь. А че за привилегии? Я не пойму. Отдельная избушка у него. Нихера себе. О, подожди, трава. Забираю олеандр. Пригодится. О, еще олеандр. Давай. Это нужная вещь. Из него можно делать отравленные ножи и отравленные стрелы. Олеандр это гуд. Э, псина. Блин, так я не люблю этого типа. Прям вообще. Ну, осмотр... Подожди, письмо? Какое письмо? Осмотреть. Точнее, не люблю то, чем он занимается. Так, письмо Мики от Эймоса. Мика, спасибо за письмо. Наверное, я рад, что тебя еще не повесили. Но вынужден сообщить тебе, что если я тебя увижу, никому тебе вешать не придется, поскольку я сверну тебе шею. Дело не в том, что я тебя не люблю. Я тебя люблю. Ты же родня, и мы столько с тобой сделали вместе. Дело в том, что я, как ты знаешь, теперь человек семейный. У меня дочери, и ты это знаешь. Я поклялся перед Богом, что буду защищать их от всего злого и дурного. В этом мире. Если только он поможет мне, раскается в том, что мы с тобой, как ты знаешь, сотворили вместе. А это значит, что я, сам понимаешь, должен отречься от тебя. Не пытайся приблизиться ко мне. Не пытайся меня навестить. Не говори, что ты меня знаешь. Если я услышу, что ты в радиусе 50 миль от меня, то я тебя разыщу, и тогда ты отправишься к Создателю. И попросишь прощения у него за то, что мы с тобой сделали. Ничто из вышеперечисленного не должно тебя удивить. Твое письмо стало для меня потрясением. Не пиши мне больше. Твой брат Эймос Белл. О-о-о! Мика тот еще гондон, походу, да? Его никто не любит. Такой, знаешь, какой-то он хитрожопый, мне кажется. Мистер Морган. Здорово. Все работаете, мистер Штраус. Чем занимаетесь? Пытаюсь привести дела в порядок. Перед отъездом, мистер Морган. Так вы присоединитесь к нам на Таити. Меня больше привлекает Австралия. Тамошний народ близок к нам по духу. Много возможностей. Дача говорит, у нас будет свое ранчо. Возможно, но... Пока в особых успехах на невескотоводство мы не... Нет. Итак, мистер Морган. Вы поможете мне закрыть счета? Начал вывозь, блядь. Это грязная работа. В Австралии нам понадобятся деньги. На скот и на провиант, я имею в виду. Что вас обещает? Прежде вы не гнушались с такой работы, не знаю. Ну, вот они. Ники рыбак по имени Дэвисон. Элджи Дэвисон. Живет в доме Джексона. Это рядом со Скарлетт Мидоулс. Рыбак. И? Это все. Нам... Наш с вами союз основ... Ладно. Блин, пипец, они быстро разговаривают. Не успеваю. О, черепаха, смотри. Так, а что у нас черепаха? Как по качеству? Каймановая черепаха. Две звезды. Не устраивает. Повезло тебе, каймановая черепаха. Так, ну и что? У нас новое задание появилось. Новое... А, это вот сюда аж, да? Элджи Дэвисон. Блин, пипец. И все разбросано, блять, по всей карте. Так, ну ладно, похер. Поехали. Тыгадык, ко мне. Где он? Сейчас и перть прибежит, смотри, блин. По-любому прибежит. Ну где ты? Где-то летит. А, это перть, блять. Да мне перть нахуй не нужна, мне тыгадык нужен. Перть какая-то неадекватная. Ну и что с тобой делать? Иди отсюда. Мне другая кобыла нужна. Она, наверное, думает, что я ее драчу. Отпустил, позвал, отпустил, позвал. Да где, блять, тыгадык? Блять. А, она забуксовала. Мы в полном дерьме, мистер. Мистер Морган, мы тонем в грязи. Иди нахуй. Для служителя церкви вы очень красиво выражаете свои мысли. Слова это наименьшее из моих проблем. Я уверен. Так, а что я ничего не могу с тобой сделать? Пойдем. Уведите отсюда. Ты тут как оказался, блять. Да стой! Тыгадык, блять, подожди. Страус, иди нахуй. Кобылу мою испугал. Ну, о, наконец-то побежали. Шлендра с ружьем на страже, все как положено. Кобыла обосралась опять, все как положено. Вроде прибыли. Так, осталось теперь рыбака найти. Где он? В домушку постучаться ему, наверное, нужно. Давай попробуем. А может он там рыбу ловит? Рыбак же все-таки. Сейчас попробуем, постучимся в домушку. Если здесь нет, пойдем к озеру. Может быть он там. Тук-тук, ёптать, открывай. Коллекторское агентство добрый молодцы. Прошу любить и жаловать. А где он? А что за херня, а где? Хм, может он плавает где-то, нет? Может такое быть. Ну нет, там уже как бы... Территория поисков заканчивается, значит он где-то тут. А, во, а что я тебя не увидел? Гасишься что ли, собака? Здорово. Как дела? От кого прячешься? Сливу заливает. Эй, с какой это хуя вы сейчас стоите по моей земле? Откуда у негра земля? Ты, кстати, на Пушкина похож. Помните, вы брали ссуду, мистер Дэвисон? Так вот, срок давно истек. Я пришел за деньгами. Эх, как я сразу не догадался. Вы все шакалы одинаковые. Будут вам деньги. Все до последнего цента. Пойдемте в дом. Черт, я вам даже налью. Выпьем за то, чтобы больше никогда нам с вами не видеться. Пойдем. Тыгдык? За мной? Меня одолевает нестепимая жажда. А вас? Или вы уже в стельку, потому что только так и можете выполнять эту работу. О, я люблю работать на трезвую голову. Раз вы мои деньги забираете, тогда уж выпейте со мной. С вашей стороны было бы невежливо отказаться. Давайте сначала уладим вопрос с деньгами, а о вежливости подумаем потом. Лучше б я рыбачил. С таким же успехом вы можете и дома рыбачить. Все, пойдемте за деньгами. Тут со мной один человек. Папа, что происходит? Ну, чего ты стоишь? Налей нам выпить. Тебе мало? Не пиздей, сопляк. Делай, что велено. А я достану наше сбережение. Сбережение? Под раковиной? Самое лучшее место. Ну, где там наша выпивка? Все готово, вот, и я налил. Реально, Пушкин, смотри. Это наше сбережение. Иди забери. Сколько я должен? Ну, давай. А, он что, укусил меня, что ли? Или ножиком пырнул? Я не понял. Я тебе башку отрежу. Тормози. Вот это вообще некрасиво своей стороны было. Да я же, блядь, работу работал. Че ты? Я понимаю, что работа поганая. Ну, а че поделать-то? Отставить. Хорош. Я не буду тебя убивать, мужик. Я тебе просто ебучку разобью. Я понимаю, что ты и так как бы натерпелся. Поэтому успокаивайся. Блядь, убил все-таки, да? Поищите в доме долг. Ну, давай уже я грабим. Ну, ты сам как бы виноват. Ну, блядь. Мол, кусочек сахара. Пиздец. И у него больше нету нихера, да? Жаль этого добряка. Че-то я какой-то сердобольный сегодня. Лося мне жалко. Рыбака мне жалко. Всех мне жалко, блядь. Так, а где шапка моя? Во. А куда пиздюк убежал? Блядь, он сейчас кого-нибудь приведет. А вам кто-нибудь говорил, товарищи, что в доме там убирать иногда надо? Подметать, пылесосить, пыль протирать, не? Или нахуя? Ух ты. Двуствольный дробовик. А, это как у меня. А, ну, похер, пусть будет. Так, и че тут еще у вас есть? А вот, подожди. Какой-то подозрительный шкаф. Че это? А, тоники всякие. Джин, пойдет. Да я, по-моему, тут бухла у него уже набрал. Гораздо больше, чем он нам должен. Давай. Сигаретные карточки. О, прикольно. Дорогие сигареты. Так, здесь нихерашеньки. А вот. Печенюхи. О, стой, обыскать, обыскать. Вообще нихера нет, что ли? Понял. Ладно. Пошли дальше. Тут. Тут тоже ничего нету. Так, подожди, а я... Секундочку, секундочку, минуточку. Я тут полностью обыскал эту комнату? Ни хера, я вон шкаф не посмотрел. Извини. Сгодится. Консервированные овощи. Да, блядь, похуй. Давай возьмем. Давай, давай, все, хватай. Все пригодится. Крекеры, там, консервы, все съесться. Че не сожрем, отдадим Пирсону. Так, тут все. А, смотри, я тут типа все обыскал. И на карте, видишь, эта область больше не отмечена. Значит, я здесь не все обыскал. В этой комнате. Хотя, вроде бы, и все. Странно, ладно. Пойдем дальше. Тут реально больше нет ничего. Или я в глаза ебусь. Ну ладно, пойдем. Черт. Ты где? А, здорово. Чего я хочу, так это свалить? Но без денег я отсюда не уйду. Но у меня в сундуке есть немного. Я их там прятал от него. Какая удача. Надо было сразу сюда идти. Так, и че, у тебя тут портки какие-то? Долго уже, Дэвисона. Хорошо. Кажется, я знаю размер долга, и этой суммы должно хватить. Какой хороший сынок. Можешь собой гордиться. Да, папку там чем-нибудь. Полечи потом. А то, по-моему, он подох чуть-чуть. Так, все. Получается, что все. Где ты, Гдык? Ох, блять. Как-то неловко спрыгнул. И че? Поедем к этому хрену или нет? Поехали в Сен-Дени. Долг мы потом завезем. В принципе... Че это? А, вот, как раз к Шарлю сходим. Он нас приглашал посмотреть. Короче, блин, уже третью серию. Занимаемся всякой хуйней. По сюжетке вообще не продвигаемся. Ну и, собственно, тоже нормально. Игруха интересная. Много всего интересного можно посмотреть, увидеть. Так что... Поисследовать мир. Походить, посмотреть. Ну... Нравится. Так, в Сен-Дени. Поехали. Где-то тут галерея должна быть. Ага, вот она. Наш французский друган Шарль Шатне. Но он мне уже показывал одну свою картиночку. Я так подозреваю, что тут будет что-то приблизительно в таком же духе. Так, а как сюда войти? Прямо вот здесь? И на второй этаж, я так понимаю. А у кого можно спросить? Алло, блядь. Или нет? Походу, там нужно в дверь войти. А, стоп-стоп-стоп. Калитка, да, вот, нашел. Галерея. Вот, отлично. Ну, посмотрим. Че он тут понамалевал? Натюрморты? Ну, блядь, я думал. Тут сиськи-письки. А тут всего лишь натюрморты. Приятного просмотра. Насколько это возможно. Ага. Выставка бесплатная, так что денег назад не требуйте. Хе-хе. Че-то, по-моему, там вообще пиздец, да? Че за выставка? Мистер Шарль Шатне. Идите сами посмотрите. Но, если что, я не виноват. Так, и там уже много обещающих. Чем быстрее зайдете, тем быстрее сможете уйти. Мне просто не нравится, что... Так, подожди, это вы кто? Здрасте. Привет, дружище. Блядь. А где, куда смотреть? Так. А где галерея-то, собственно? Нет, эти статуи залипаются и отсмотрят. А, походу, вот здесь. На мой вкус, слишком современно. Мистер Шатне. Он чудовищен. Меня в краску бросает. А, о, пожалуйста, сиськи, письки, все как надо. У нас сегодня культурная программа, если что. Так, а... Понятно. Это что? Это автопортрет, блядь? Или это он Артуры рисовал? Артур позировал, походу, да? На рыбалке, блядь. Так, это что? О, сиськи. Уважаю. Так, разрешите. Блядь, все, смотри, все возле сисек, блядь, скопились. Мужики запоминают, потом дома будут передергивать. Посмотри на этих болванов. Простите, мистер Шатне. Неужели нельзя было нарисовать на ней панталоны? Мадам, я изобразил ее в естественном состоянии. Такой она была, и такой пребудет в раю. Не вижу в этом ничего естественного. Одежда эта цивилизация. Угнетение, смерть. Быть нагим, значит быть свободным. Невинно. Живым. Как сказал Будда, у нас у всех один удел. Ебаться. Ну, это объясняет упаднические нравы этих гатин-тотов. Эй, тут нарисована моя жена. И на ней только нижнее белье. Генри, это твой зад. Это ж моя мама. Прямо чем моя мать родила. Хватит глазеть на ягодица моего мужа. Хватит глазеть на ягодица моего мужа. Хе. Хуяч друг друга, правильно. Хе-хе. Нормально. Мне нравятся такие выставки. Хе-хе. Эй, я за тебя за тебя, Френчий. Эй. Хорошо. Эй, спокойно, молодой человек. Блядь, ну как всегда. Нихуя. Нормально приложил. Как всегда, я первый получаю по ебалу, но я потом выигрываю. Так, один есть. Кто следующий? Товарищи, на по ебалу. Двое на одного не честно. Не по правилам. А один съебал. На. Иди сюда. Ух, блядь. Да выкинь его. Сдохнет же, сдохнет. По-моему, сдох. Шаль, ты где? Простите. Где моя шапка? Эээ, не моя шапка. Ну, в принципе, пойдет. Ладно. Блядь, морда побитая. Нормально, блядь, сходил на выставку в галерею. Этот балаган наконец-то закончен. Давай выбираться отсюда. Вперед, я знаю, где смогу переждать несколько дней. Прикольно, кстати, мне понравилось. Сюда, сюда, идем. Вроде оторвались. Ну, что скажешь про выставку? Пусть-то никому не было. Это точно. Искусство должно испытывать людей, провоцировать их. Я считал себя самозванцем, годным только кисти переводить. А теперь я в этом сосомневался. Мы ведь будем в людях эмоций, нет? А если ты продолжишь их так гудить, во всех твоих холстах будет дыра величиной с кулак. Я же тебе говорил, я обосранец. Говорил. Еще какой. Только теперь тебе лучше побыть засранцем где-нибудь в другом месте. Мы на месте. У меня тут есть знакомая. Может, она разрешит мне пожить у нее? Желаю удачи. Тот рисунок, что я тебе подарил, когда-нибудь он будет чего-то стоить. Я уверен. Возможно. Но сейчас смогу за него получить разве что удар в нежду ног. Веселый ты парень. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Так, все, ты ушел? Ангел мой, пташка моя, это я. Хе-хе, блядь, такой тип. Все? Отлично. Прикольный мужик. Мне нравится. Я смотрю, куда иду. А ты смотри, на кого ебальник разеваешь. Так, опять лабиринты эти сраные. Как отсюда выйти? А, во, нормально. Следующий номер нашей программы. Давай посмотрим. Вот здесь, по-моему, вопросик какой-то был. Он уже пропал. Вопросик был, но вопросик пропал. Так, и что? И что, и что, и что? Вот сюда поедем? Или попробуем к дачу сходить? Или уже заканчивать? Ну нет, заканчивать еще рановато. Попробуем еще что-нибудь пройти. Ну, давай для разнообразия. Хрен с ним. Выполним сюжетку. А то уже, ну, серьезно. Третью серию подряд всякой хуйней занимаемся. Только не тем, что нужно. Аккуратней. Не, эта шапка мне не нравится определенно. Где моя шапка? А где, блядь? А где моя шапка? Ладно, в шлеме поеду. А, мне, кстати, еще писали, что на поле битвы можно обыскать разрушенную церковь. Там можно найти какие-то ништяки. Так, давай-ка мы на кобыле не будем в парк заезжать. Вот он сейчас охуеет, когда шапку мою увидит. Не, как-то не очень. Не, не хочу я в такой шапке. Конечно, прикольная, но немножко не для этого времени. Во! Нормальный кипарь, пошли. Острые козырьки, блядь, начало. Анджела Бронте, Человек Чести. Да, вот ты где. Готовы, ребята, конечно. Что ты еще знаешь об этом типе? Только то, что он скользкий и напомаженный шельмец из Европы, у которого есть власть и деньги. В общем, слушайте, если мы заявимся туда и начнем болеть, мальчика точно пристрелят, я это гарантирую. У таких людей обычно сильная охрана. Никого не пристрелят, а то успокойтесь, парни, мы покорим его своим обаянием. Поверьте мне. Это его дом. Наверное. Ты в порядке, Джон? Думаю, да. Простите, сэр. Нам назначена встреча с мистером Бронте. Вы кто такие? Оп. Советую тебе привезти твоего босса сюда и поскорее, чтобы мы могли все обсудить по-джентльменски. Выполняй, парень. Давай, поторапливайся. Это и было особое обаяние дачи? Успокойся. Все под контролем. Здравствуйте. Не волнуйтесь, ребята, мы пришли с миром. Просто надо уладить кое-какие разногласия с вашим боссом. Вы что думаете, если с пушками, то я вас не перестреляю? А что вы все-таки черные? Негры, что ли? Кто эти клоуны? Они пришли за мальчишки с деньгами? Зачем вы схватили его сына? Прошу прощения. Я спрашиваю, зачем вы забрали его сына? Мы ничего против вас не имеем, сэр. Как, вероятно, и вы против нас. Но если вы хотите, чтобы между нами возникло враждах, в этой самой комнате скоро будет очень много мертвых людей. Вы приходите в мой город, при этом воняете навозом, выглядите вообще не пойми как, и приходите в мой дом, даже не приняв перед этим ванну, а потом указываете мне, как поступать? Вы ищите моего сострадания? Разве я проявил недостаточно сострадания тем, что разрешаю вам дышать в моем присутствии? У тебя что, глаза накрашенные, педик? О, конечно. Послушайте. Мы простые деревенские парни. У нас никого нет, кроме друг друга. А вы пришли и забрали его сына. И все из-за какого-то спора с каким-то бывшим рабовладельцем. Но никто из нас не имеет к этому отношения. Вы не имеете отношения к уничтожению винокурни? Мы были просто невинными очевидцами. И где мы и не были невинными, ну, мы поступали по неведению. Ты просто извращаешь каждое слово. Бессовестный лжец. Читай что-то лучше других. Ты мне нравишься. Принесите выпить этим людям. Анджело Броунта. Датч Вандерлинда. Артур Морган. Джон Марса. Мое почтение. Реально, шайка бомжей, блять. Надо было хоть побриться. Что ж, вы вернете сына моему товарищу? Конечно, конечно. Но? Неужели я останусь в убытке из-за этого недоразумения? Я уверен, что вы этого не допустите. Нет. Нет, у меня есть предложение. Выплатите для меня одну простую работу. И получите мальчика. Чье за работа? Пару лохов повадились грабить могилы на кладбище. Подходящее место, лучше придумать нельзя. Люблю тебя, парня. Люблю тебя. Так вот, эти ребята, они не просто оскорбляют мертвых, но еще и не платят дань уважения живым. Заявив моих людей, они пускаются на утек. Так что, может быть, вы двое наведаетесь к ним? И вы, мистер Вандерлинда? Вы расскажете мне еще что-нибудь о моих манерах. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хую-то. Ну и что ваше мнение по этому поводу, мистер Марстон? Кладбищенские воры? Думаешь, он держит нас за дураков? Кто знает А какой у нас выбор? Да никакого Просто бред ебаный Ты знаешь, где кладбище? Вроде да Уже проезжал мимо Душительное Ты знаешь Ты молочина Держал визык за зубами Ты поверил хоть одному слову этого пиздобола? Мы даже не знаем, где Джек Слушай Мы нашли Бронте Мы добрались сюда Да, сейчас с ним В общем, все могло быть гораздо хуже Бедняга Я был ему плохим отцом Надеюсь, что он в порядке Так, шапка мне не нравится Да куда моя шапка-то пропала? С ним все будет хорошо Думаю Что Брэйтуэйты хотели держать Джека в заложниках Чтобы получать от нас все деньги И отправили его сюда, чтобы мы не смогли до него добраться Бронте знает, что Брэйтуэйтов уже нет И никто ему не заплатит Джек ему больше не нужен Давай разберемся с этим И пусть дальше занимается всем остальным Я надеюсь, ты прав Мамзель, аккуратно Тупая пизда, вот просто Так, думаю, что это здесь Не шуми Давай привяжем лошадей вон там Блять, Джон, ну сука Ну, это заебал Что ж ты ездишь-то, как пидор Мне, кстати, писали, что если Спалиться на кладбище То можно будет попасть в какую-то секретную зону Ну, это какой-то баг, типа, или что-то такого Ну, не знаю, сейчас уже, как бы Пора заканчивать серию Поэтому мы попробуем Беспаливо все это пройти Тем более, может, баг уже давно пофиксили Так, и что, и кого искать? Так, посмотри, что тут происходит Осмотрите кладбище, найдите грабителей могил Так, они следы оставляют какие-нибудь? Хуй знает, куда тут идти, что тут смотреть Давай потише Мы же не хотим, чтобы они удрали Нет Как люди могут упокоиться с миром, если их даже не закапывают? Так вот, о чем ты мечтаешь, Марстон О покое? Когда-нибудь Ну и как успехи? Я вот нихрена не нашел Так, я пойду спереди, а ты прикрывай Блять, что знать бы, куда тут идти О, вон какой-то побежал, хер Вон, 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 вон Ну-ка, пойдем за ним Поверить не могу, чем мы тут занимаемся Понимаю Но когда вернем мальчишку домой, тебе уже будет все равно Надеюсь, тот гад держит слово Где эти гады? О, тихо Я проверю вот тут Что-то вот здесь я слышал Блять, что за звуки? Собака, заткнись, не пали меня Вот сюда кто-то побежал Как будто кто-то где-то слева Когда придет мое время, Артур Пошли, чтобы меня зарыли поглубже в землю С удовольствием У меня мороз, говорит, по коже О, прошу прощения Я... Стоять, блять Я немного выпил Мой друг Умер Я вас понял Но мне нужен не ты Мистер, вам нужно убираться отсюда Здесь опасно Блин, слушай, походу мне вон туда все-таки Я вот тут вот шел и слышал какие-то звуки Блять Какие-то звуки вот с этой стороны были Вроде бы как Пойдем смотреть Ты слышал? О, точно Разрешите источник шума Давай аккуратненько Собака, заткнись А, так это мы на шум собаки идем? Ну да Так Давай похвалим Привет, дружок Привет, дружок А, вот это и весь шум, да? Они где-то поблизости Надо искать Я пойду туда Да блять Заебал Вон туда надо идти Видишь, вон метко стоит Пошли туда Ну-ка, а вообще за собакой надо идти Может, она потерялась? И ищет хозяев? Так Опаньки Спокойно Я там что-то слышал Спряча Сейчас мы выбьем дверь Что, вы уже нашли часы моего папаша, ребята? Опа Ах вы суки Нас, по-моему, тут ждали Походу нас подставили Есть мнение Так, это что? Это болтовая винтовка Карабин Давай болтовой попробуем пострелять На Следующий Готов А может и нет Эти гады пытаются нас выманить Ну, давай попробуем им подыграть Где ты? Сука Опа Потушили свет А где они? Я почти не вижу, куда стреляю Стреляй во все, что движется Что ты делаешь? Они уходят А я ебу, куда идти вообще? А, походу, они ушли Твою мать Мы их потеряли, Жора Блядство А где Жора? За ними Так, подожди Ой, блядь, как неудобно тут бегать Давай дойдем до Жоры И он уже нас определил А Так, где Жора? Идем чисто за Жор Опа Ну-ка, покажись Стоямба Надеюсь, он не Не лучше, чем нам Только не высовывайся Да я никого не бздю Выходи Блядь, не попал Ой-ой-ой Было больно Вообще-то А где ты, блядь? Куда пропал? Блин, вот эти прятки Да, вон там где-то Стоять Так Никто постреляешь, Артур Ха, как боженька Где, где, где? А, ты его завалил, да? Ты куда ты? О, блядь, ты кто? Жора! Жора меня насилует! Стреляй, Жора! Сука Так, ээээ, давай возьми Нормальная Кажется, это все Наверняка они припрятали добычу где-то здесь Хорошо, но нужно поторапливаться Мы не можем вернуться с пустыми руками Давай посмотрим, откуда вы нас стреляли вначале Грабим грабителей Вот это улов Так, ну пошли, посмотрим Мне кажется, все надо делать энергично, быстро Потому что сейчас копы приедут Так, 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 так Где-то отсюда, где-то здесь Лара Крофт, блядь, начало Мы не можем появиться у Бронта с пустыми руками, Артур Так ты заткнись и давай, и помогай, что ли Так, ну и... О, вон, подожди А, это просто дохлый мужик Ну я вот, осматриваю Ну, ни хрена пока не вижу Блядь Жора, ты где? Или нам в склеп нужно какой-то зайти? Че ты, блядь, меня путаешь? Ну я пока... А, вот Похоже, я что-то нашел О, вот тебе, пожалуйста Я тебе говорил, копы будут Отлично, теперь уходим Черт, вот законники Попробуем открыть ворота Заперто Придется возвращаться с тем же путем Так перелезьте, блядь Там вон перелезть можно Че тупить это? Лучше прижаться к стене Как скажешь Че там, Жора? Они идут сюда, пригнись Я пригнутый Я нашел труп Еще теплый Кровь еще сочится Должно быть убили только что Они еще здесь Нет, они ушли Я тебе вот зуб даю Я видел, они уходили Все, пошли Жора, пошли Жора, блядь Че там? Артур, ну ты куда, блядь, пошел? Спокойно Так, почти ушли Главное не освечивать Аккуратненько Без пани... Блядь Разбил какую-то хуйню Че там? Жора, смотри Вся надежда на тебя Блядь, 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 блядь Они должны быть где-то здесь Давай ты налево, я направо Давай вы нахуй его пойдете Куда тебя хуй понес, Артур? Блядь, ты че делаешь, дура? Все, съябываем Пронесло Вообще как ниндзи Как хорошо, что я не религиозен Жора, догоняй Блин, не видно ни хера Блядь Где поворот, вот Надеюсь, он не подшутил над нами Я почти уверен, что он с нами играет Но посмотрим Не горячись Веди себя спокойно А как он вообще узнает, что мы выполнили его просьбу? Есть у меня ощущение, что все новости тут он узнает быстро Ну, вас долго не было Как я и сказал, вас долго не было Я так рад тебя видеть Пора идти Он славный малый Эй, друг Поблагодари мистера Бронта За все Так, по-моему, что-то дач мутит Найш Артур Мистер Бронта пригласил нас на званный вечер в доме мэра Нас, простых деревенских парней Да ладно Так, все Поехали, Джек у нас Теперь новый лагерь Тебе там понравится Ладно, давай вернем мальчика матери Тебе точно все хорошо, сынок? Все хорошо Папа Бронта сказал, что вы приедете за мной Мне жаль За что? За то, что мы так задержались Мне было весело У меня была своя комната с большой кроватью и коробкой для игрушек И куча книг Они что-нибудь с тобой делали? Ты спагетти когда-нибудь ел? Что? Что это такое? Это еда Она похожа на червей, но при этом вкуснейшая Да, ну? Папа Бронте научил меня кучу итальянских слов Пожалуйста, не называй его так Что такое ковало, знаешь? Это означает лошадь А Пантофолия, это шлепанца Шлепанца? Они дали мне две пары Одну для... Дня, другую для ночи Ну я просто рад, что ты жив О, да Я прекрасно провел время Но я очень скучаю по маме А она по мне скучала? Да, конечно Ты даже не представляешь, как Так, дач Дач, дач, дач Значит, ты хорошо провел ночь Это было очень приятно, да Он невыносимый болтун, но бар у него отменный Как у вас все прошло? Проблемы были? Целая куча Мы почти утвоили число похороненных на этом кладбище Знаешь, мне показалось, что я слышу стрельбу, но граммофон играл очень громко Уму непостижимо У каждого свои сильные стороны арта О, тихо, блядь Я пошел туда с пушкой, а вернулся с приглашением на вечеринку Так, как ты это назвал? Званый вечер? На торжественный прием в доме мэра Говорят, там будут все богачи Леймана А Бронте? О, он тоже там будет Он же правит этим городом, по крайней мере, он так считает Возможно, это даст нам новые возможности Не выдались безумные, но теперь мы наконец можем двинуться дальше Они вернулись Мне кажется, я вижу Джека Эбигейл Эбигейл Мы нашли твоего сына Он в порядке Меня хорошо кормили Вы его дошли Вы вернули мне сына Да, Чартер, спасибо Ну да, Джон пошел нахуй Как бы, вообще не при делах тут Мой сын снова со мной Ну и? Ну? Мы пообщались с мистером Бронте Он Тут еще персонаж Даже так Ты когда-нибудь раньше видел тяжеловесов из Италии Только в цирке Ну, сейчас тебе все о нем расскажу Джон, а ты иди, побудь с семьей Артур Спасибо Пожалуйста, блять Ребята Нам предстоит работа Интересная работа Сначала давайте выпьем Спасибо, Артур, я... Даже не знаю, как это выразить Спасибо Я понимаю Давай Как дач сказал Папу с семьей О, еще и 450 денег дали А, не, 112 Ну ладно Так, ну и все Да, длинноватая серия получилась Как-то вот что-то мы много катались Туда-сюда Херней всякой занимались Но зато завалили лося Выполнили второстепенное задание Товарища Штрауса И выполнили сюжетку Это уже хорошо Мы просто давно уже не выполняли сюжеток Продолжать будем в следующей серии Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если вам понравилось Что в комментариях пишите Абсолютно Абсолютно С вами был Генныч Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok